Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и от всей души приглашаю в свою скромную студию Арк ТВ в Ютубе, где всегда с удовольствием повторяю, что подавляющее большинство из вас со мной на одной украинской волне. И знают программу, которая называется «Украинский завтрак на радио Филадельфия 106.5 FM с Антоном и Дмитрием Комаровыми». И вот я хочу продемонстрировать вам сегодняшнюю запись, фрагмента этой программы и прямо её начало. Вот вы видите, музыка на украинском завтраке на радио Филадельфии. Но музыка сразу же сменится, и вы услышите одного из ведущих, одного из братьев старшего по возрасту Дмитрия Комарова. Смотрите, слушайте. «Украинский завтрак на радио Филадельфия 106.5 FM с Дмитрием и Антоном Комаровыми». Ну что, доброе утро ещё раз. Всем здрасте. По-прежнему у нас шестое уже февраля, а вот вчера я пропустил, забыл, не то что пропустил, я приготовился, но забыл, не успели мы понедельник всегда на сыщенный день вспомнить про дни рождения. И я к своему удивлению, когда готовился, собственно говоря, к этому делу, ну, к программе, я к своему изумлению увидел, что в один и тот же день, 5-го числа, родилось какое-то невероятное количество, ну, суперизвестных футболистов. Просто суперизвестных. Представь себе. Говорят, что знаки Зодиака не влияют никак. Вот, видно же, очевидно же, что 5-го февраля это день рождения футболистов. Наверное. Ну, вот смотри, 5-го февраля, ну, во-первых, все вчера отметили, конечно, день рождения Криштиану Роналду, 39 лет чуваку, один из самых, извините, самое большое количество голов в европейских клубных турнирах у него. Самое большое количество голов за сборную, 128 голов забил человек за сборную, это просто немыслимо. Единственный футболист, который забил в трех финалах трех лигий чемпионов, больше всего турниров чемпионата мира, там, где забивали игроки, он 5 на 5 чемпионатах мира забивал голы, там 800 голов за карьеру, больше, чем 800, лучший бомбардир Реала за всю его историю, и так далее, и так далее, и так далее. Единственный игрок, который забил более 50 голов 7 лет подряд. 7 лет подряд машина давала вот такие результаты. Понятно, что Криштиану Роналду просто тупо один из самых лучших игроков за всю историю футбола, понятно, что все это отметили. 39 лет чувак выглядит, конечно, за всю жизнь многие так не выглядят, как выглядит Криштиану Роналду. Кроме этого, Неймар родился. Понятно, что огромные перспективы были у человека, но, как у большинства бразильских игроков, после определенного возраста люди просто плюют на футбол и занимаются своими делами. При этом Неймар остается, в общем, сильным игроком, хотя он сейчас и с травмой, и вес набирает, но тем не менее. Неймар, ну, просто крутой, крутейший игрок. Карло Тевес, аргентинец, игравший с Роналду, и все такое прочее, тоже машина по забиванию голов, и прям известный. Георгий Хаджи, румын. Ну, там, может быть, немногие помнят, но вообще, румынский Марадонна называли Георгия Хаджи в свое время, и, в общем, было для этого основание всякое в один, ну, хоть крутой игрок для румынской сборной был палочкой-вырочалочкой. Свен Горан Эриксон. Ну, больше известен Эриксон, конечно, как тренер, да, но тем не менее. Чезаре Мальдини. В конце концов, давайте не забывать дедушку династии, даже уже не дедушку, уже, нет, дедушку династии Мальдини в Милане. Ну, в общем, короче говоря, вот представьте, это только очень известные, прям, ну, типа, звезды. В один день, 5 февраля, ну, это какое-то невероятное схождение. Не может быть, да, поэтому те, кто думают завести себе ребенка, подумайте. Если вы думаете о карьере футболиста, то, ну, для своего ребенка, естественно, уже не для себя, то, да, то, может быть, есть смысл. Вот такой, 5 февраля, и то, что я вчера не успел, это, конечно, катастрофа была, вот. Да, Душан Угрин, Георгий Хаджи, Джованни Ван Бронкс, Хорст. Ну, это голландец, его, там, вспомнят не все, не только лишь все, да. Это такая себе история, а вот все остальные имена, это, прям, это звезды. Это именно то, в чем ты хотел покаяться? Да, что я забыл вчера рассказать об этих замечательных игроках. А то ты вчера у нас каялся по поводу фейковой цитаты, и всего, прям, тенденция покатила. Да я, как бы, без напряга признаю свою ошибку. Что, давай на украинские новости поговорим об... Ну, что ж, вы видели, слышали, как легко Дмитрий, коллега моей по профессии, мой коллега по профессии признал свою ошибку вот так вот легко, с легкостью. Но это интересно оказалось в этой сегодняшней, повторяю, 6 февраля программе, которая звучит в американском радиоэфире. Можно её слушать, как говорится, вживую. Я даю, естественно, сейчас вот для вас, делаю запись, и это будете слушать уже в записи. Если всё будет нормально, не подведёт меня техника, так когда в Украине родной будет уже вечернее время. Но вот что интересно, я вам повторяю, что это была не единственная ошибка Димы по дням рождения, потому что он пропустил день рождения нашего замечательного украинского форварда и сказал об этом... ...деала... ...новости без политики. Вот такая поставка. Смотрите, слушайте. Новости без политики. Ещё одно день рождения, который был, юбилей, который мы не отметили, не успели, забыли, пропустили и всё такое прочее. Олегу Протасову исполнилось цельных 60 лет. Юбилей и вот это вот всё. ...был один из лучших нападающих Советского Союза. Вот и прям... ...очень долгое время он играл за Днепр, и, собственно говоря, основное время он играл за Днепр. Перешёл он в Динамо Киев прямо уже на излёте карьеры и поиграл два года, по-моему, два сезона, по-моему. Отыграл он за Динамо Киев, после чего уехал в Грецию, где, собственно говоря, доигрывал уже до конца. Вот, потом он пошёл, начиная с той же Греции, пошёл по тренерской стезе. Ну, как бы сказать, что тренерская вот эта вот карьера у него задалась... Я... Нет, не стал он каким-то таким успешным тренером, хотя он, типа, два, там, несколько... Короче, несколько лет был тренером Олимпиакоса греческого, что, знаете ли, не последняя история. Вот, ну, вот такая история. Нет, очень классный когда-то футболист, и когда-то он, там, второе место занимал, ну, золотая бутса, вот эта, кто больше всего забил голов. Уступил он тогда Ван Бастону, насколько я помню. Ну, короче, очень крутой, очень-очень крутой бомбардир и сборная СССР тогда, и украинского футбола. Так что, с юбилеем, конечно, Протасова Олега Валерьевича, вот, узнал я хотя бы, да, вот такая вот история. На самом деле, он был единственным из советских футболистов, кто вообще номинировался на вот эту золотую бутсу. То есть, никто в Советском Союзе не набивал такого количества голов, чтобы хотя бы попадать в тройку, да, а он второе место занял. Так что, вот так вот. Вот вы слышали ещё одно, ну, покаяние в кавычках, конечно же, Димы, и, слава Богу, отметил день рождения, юбилей Олега Протасова. И вот тут я, естественно, не могу, так сказать, не вставить свой пятак. Олегу Протасову исполнилось 60. И, если будет желание, время найдёте, и зайдёте в мой блог на сайте «Динамо Киев» от Шурика, то, конечно же, прочтёте всё, что я здесь написал, отмечая, вот вместе со всеми любителями, естественно, футбола вообще, поклонников Олега Протасова в частности, его 60-летия, действительно, выдающегося форварда, обладателя, как вы поняли, серебряной бутсы. Так вот, Олег Протасов, с которым мы в день его рождения, для меня, во всяком случае, это было очень приятно, но он сказал, что для него тоже, пообщались, пообщались довольно обстоятельно, и я понял, что он довольно скромно отметил день рождения. И вот кто из вас действительно пожелает и захочет вспомнить, как играл форвард Олег Протасов, который в 1988 году в замечательной команде Валерия Лобановского завоевал вместе с командой серебряную медаль чемпионата Европы по футболу. Высочайшее достижение. И вот это видео сможете посмотреть. Олег Протасов лучший футболист СССР в ту пору. Каждый год был лучший футболист Советского Союза. И вот в 87-м лучшим был признан Олег Протасов. Кроме того, вы увидите вот это фото, которое я поставил, иллюстрируя эту публикацию свою в блоге «Повторяю на Шурике», как знают этот популярный футбольный блог по обе стороны океана. И вот здесь это финальный матч за звание чемпиона Европы 88. И вот обратите внимание на вот эту блистательную, конечно же, сборную голландцев. Вот они, чемпионы Европы 88. И здесь же увидите и фотографию сборной Советского Союза, подавляющее большинство которой составляли динамовцы Киева. Вот они, легендарные украинские футболисты. А вот и юбиляр Олег Протасов. Вот он, в нижнем ряду, крайний слева. И вот здесь увидите и видео. Видео – это где игра на Евро 1988 в полуфинале с итальянцами. И вы увидите игру Олега Протасова. Одним словом, будет желание и время. Заходите на сайт «Динамо Киева» от Шурика. И напоследок, как говорится, я вам хочу показать одну фотографию. Но прежде я назову, процитирую из своей публикации. Уж простите здесь, пусть это не покажется вам нескромным. Но я процитирую себя, любимого. Когда пишу об Олеге Протасове, одном из воспитанников, прислушайтесь, легендарной Днепропетровской школы Днепр-75, это не фигура речи. 15 марта 2020 года исполнилось ровно 45 лет с момента основания специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Днепр-75, воспитанниками которой были, и вот я сейчас процитирую фамилии, которые сделал линками, сможете, кликнув, о каждом из них прочитать, но я сейчас считаю фамилии, питомцев этой школы. Анатолия Демяненко, Олег Протасов, Геннадий Литовченко, Владимир Лютый, Виктор Кузнецов, Павел Яковенко, Юрий Миргородский и другие звезды украинского и мирового футбола. Вашему вниманию уникальное фото из июля 1975 года, на котором собраны все воспитанники школы на тот момент, в том числе практически все упомянутые выше легенды, то есть все, которых я вам зачитал. А вот это замечательная фотография. Мальчишечки, украинские мальчишечки, на эти комок в горло подходят, когда знаю, что сейчас происходит в родной Украине, и об этих людях, об их папах и мамах, у кого они живы, об их семьях, друзьях, близких. Но вот здесь, в правом верхнем углу этой фотографии, Днепр, 75, июль 1975 года. Уважаемые друзья, в социальных сетях вообще, и на моём YouTube-канале в частности, я сделал такую, позволил себе свои пять копеек дополнить к программе Дмитрия Антона Комаровых, для того, чтобы ещё раз подчеркнуть с моей точки зрения высочайший потенциал украинского футбола, в который я верую. Бог даст закончиться эта война победой, справедливой победой украинцев, и во время войны надо думать о мире. Поэтому мне хотелось и как можно подробнее донести именно футбольные нотки и об именинниках мирового, и о юбиляре украинского футбола, вот в этом фрагменте моего телевизионного сюжета, записанного, повторяю, сегодня, 6 февраля 2024 года. Ну и, как рекомендует наш друг Ютуб, ставьте лайки, если, конечно, вам, ну, может быть, нравится, не нравится, вот, если вам этот выпуск понравился, и буду вам очень признателен, признателен, если будете оставлять свои комментарии, делиться этой программой, потому что, не знаю, как на ваш взгляд, но мне хочется вот в эти военное время, военные дни нести по возможности позитив. Думаю, что, согласитесь, вспоминая сегодня именины мировых звезд футбола, дни рождения и юбилей, повторяю, выдающегося украинского форварда, мы с вами все-таки были на позитивной волне. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами, искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Пока, пока.